всем салем давно не выходили в таком формате поехали немного о катастрофе которая произошла в городе арысь всем казахстаном скидывались на устранение последствия данной катастрофы как заявили в одном ведомстве катастрофа то оказалось природной ну да ладно это другой вопрос самое главное все сплотились и начали восстанавливать город для нас стало важным то что одним из первых наша область предложила бесплатно организовать отдых для детей арысе на курортах нашего благодатного края и это правильно пока взрослые устраняют последствия катастрофы в арысе у детей есть возможность насладиться отдыхом в детских лагерях области и на время забыть все что они пережили уже уже в окку людскую область приехала более 150 детей отдохнуть ждем еще как говорится плюс 800 в карму за инициативу теперь наше небольшое космическое мнение о том что произошло на западе а точнее в отраусской области на месторождении тенгиз что там ребята в корне отличаются от нашего брата это понятно зажги спичку и загорится все вокруг конечно теперь ясно что фото с антенной повод формальный а этим видео как выяснила фейковое и было размещено раньше до вышеупомянутых событий полностью согласен с тем что условия труда должны быть одинаковые как и для иностранного наемника так и для местного работяги это бесспорно людей просто вывели и они пошли всех бакланить но вдруг всех подряд это тоже неправильно теперь в глазах всех остальных стран мы точно как банановая республика эти ребята которые метели иностранцев закрытыми рожами видимо нет и сделали для того чтобы в дальнейшем избежать наказания подставили тех ребят которые постоянно ездят за гран-поездки по бизнесу или по каким-то другим своим делам но проблема не в этом это все последствия надо копать глубже а все дело в том что у нас казахстане очень слабый институт профсоюзов можно сказать что его практически нет был бы профсоюз настоящий а не фиктивный то такие вопросы бы решались бы мирно тихо спокойно плюс протестующим вот как европе взяли все и не вышли на работу естественно компании не любят терпеть убытки и поэтому начнут договариваться наверно начнут договариваться так вот в чем еще прикол сотню тысяч казахстанцев которые получают зарплату 70 а то и 80 тысяч тенге наблюдаются своих смартфонов как люди которые получают больше 200 тысяч тенге бьют тех кто получает миллионы так и живем теперь про новости в которых куча дичи первое это про то что наши казахстанские гомосяу возглавили колонну целую колонну на гей-параде в нью-йорке здесь все просто наше сознание давно форматируется под западный стандарт где это считается нормальным окна овертона открыто во все стороны для казахстана и не удивлюсь если через 20-30 лет такие шествия устраивать будут и в наших городах вы алматинские власти вообще учудили решили искоренить проституцию дорогие друзья если уж советском союзе древнейшую профессию не смогли извести то в казахстане современном низкую социальную ответственность точно уж никто не отменял потому наверное было бы выгодно приобщить жрец любви к налоговой повинности пусть открывают и п или то лучше а о но вообще все это походит на то что такие дикие новости нам выпуливают для того чтобы отвлечь внимание народа вопрос для чего с вами был как считал today подписывайтесь на наш канал жмите колокольчик чтобы не пропустить следующее видео обещаем что будем чаще выходить в таком формате а также у нас есть instagram можете его наблюдать здесь всем спасибо всем мира